Конечно, становится понятно, что вся эта операция – это огромная такая гигантская 6-миллиардная афера. Тут, конечно, цепочка виновников. Это не только госпожа Иванова, которая у нас возглавляет теперь полностью весь социальный и культурный блок. Никто не знает объемов горения. Более того, никто не говорит о том, горит ли порода над уровнем затопления или ниже уровня затопления. Эти цифры тоже не упоминались. Как я уже и говорил в прошлый раз, мы попытаемся изменить формат наших передач. Материала становится все больше, да и информация о оперативных совещаниях к концу недели начинает устаревать. Прямо скажем, некоторые события уже опровергают то, что говорится на этих мероприятиях. Соответственно, полагаю, что целесообразно обсудить эти совещания было бы где-нибудь в среду, в четверг, как мы теперь и пытаемся сделать. Так вот, на этой неделе, как обычно, прошло оперативное совещание с участием Ради Хабирова. Это совещание было опять короче обычного, меньше часа, 47 минут. И по факту на нем обсуждались два главных вопроса. Это вопросы ремонта подъездов и вопросы исполнения бюджета за 2018 год. Вот по порядку и начнем. Демонстрируя чрезвычайную настойчивость, Ради Фарид Чахабиров опять решил обсудить на оперативном совещании вопрос ремонта подъездов в Республике Башкортостан и в городе Уфе. И опять докладчиком по этому вопросу стал господин Палтусов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Ввиду того, что господин Киреев, как выяснилось, сломал ногу, я не знаю, новогодние каникулы он провел на горных лыжах или еще при каких-то обстоятельствах случилось это печальное событие. Но, тем не менее, судя по всему, Киреев надолго выбыл из строя и господин Палтусов теперь отдувается из него по полной. В этот раз господин Палтусов сделал все выводы из произошедшего в прошлый раз, когда он был наголову разгромлен Хабировым и его доклад фактически был отвергнут. Теперь господин Палтусов в свойственной ему войсковой манере доложил о том, что оказывается все теперь готово, списки сформированы, 4 тысячи подъездов, 6 миллиардов. В 19-м году миллиард, доклад окончил. В общем, конечно, я специально порылся в биографии господина Палтусова. Честно говоря, я полагал, что мужчина служил в каком-то из гвардейских полков. Видимо, для того, чтобы иметь вот такую выучку, достаточно было закончить один из псевдовысших учебных заведений города Уфы, а именно Академию сервиса. Ну да ладно. Что характерно в докладе господина Палтусова, это то, что из списка упоминаемых им работ по ремонту подъездов в Уфе и в Башкирии исчезли замена окон и дверей. Уже не упоминается об установке видеонаблюдения, что было первоначально, ну и так далее, и так далее. Зато упоминается регоператор, который будет привлечен к организации всех этих работ. Ну и, в общем-то, конечно, становится понятно, что вся эта операция, это огромная такая гигантская шестимиллиардная афера, которая еще очень серьезно окнется и властям республики, да и нам, собственно, как жителям этих подъездов. Уже на следующий день после опубликования этих списков по городу Уфе возникли проблемы с этими списками. Общенародный фронт заявил, что, исследовав этот список и соотнеся его с реальным состоянием подъездов, Общенародный фронт утверждает, что на самом деле те подъезды, которые вошли в списки под ремонт, вовсе не нуждаются в этом ремонте. А наоборот, существуют подъезды в ужасном состоянии, которые почему-то в эти списки не вошли. Я, в свою очередь, на прошлой неделе обращал внимание, что неравномерность распределения количества этих подъездов по районам тоже бросается в глаза. Но в Ленинском районе, повторюсь, будут ремонтировать подъезды в семи домах. Тогда, как во всем городе Уфа, подъезды будут отремонтированы в 573 домах. Ну, что, собственно, совершенно неравномерно для семи районов. То есть, в одном районе будет семь, а в остальных сколько? Ну, в общем, здесь, конечно, абсолютно необъяснимый бред. В том числе и круглые любимые круглые цифры, вызванные по селектору господин Мустафин, бодро отторабанил о том, что в Уфе будет отремонтировано ровно 1600 подъездов и 573 дома в том числе. Ну, в общем, конечно, все это теперь выглядит очень, так скажем, театрально. К 20 февраля все собрания, значит, собственников жилья должны быть завершены. Не только в Уфе, но и по всей республике, значит, и так далее, и так далее. В общем, конечно, здесь все дело попахивает керосином в том смысле, что все четче и четче становится понятно, что и ремонт подъездов, и благоустройство территорий, о котором господин Палтусов говорил дальше, все вместе это так называемые красногорские наработки к выборам в сентябре. То есть на жителей Уфы и республики Башкортостан должны обрушиться благодеяния, которые должны ошеломить несчастного избирателя, и он пойдет счастливый, значит, ставить галочку в нужную клеточку. Все это вот все больше и больше выглядит настолько натянутым, притянутым за уши. Ничто не проработано, ничто не готово, но уже должно быть, но уже 20-е, но уже 15-е. То есть вот это вот нагнетание ситуации, оно очень ощутимо. Наша система жилищно-каминального хозяйства, наша система благоустройства территорий, муниципальное устройство не работает в таком ключе, который требует господин Хабиров. И неизбежно будет давать сбои, это понятно. Начнется воровство, очковтирательство, приписки, опять фальшивые фотографии какие-то, значит, там и так далее. Ну и вот эти знаменитые качели Киреева, которые мы все ощутили, увидели в декабре, когда в разгар зимы в городе Уфа стали менять качели с опасных на безопасные. Кстати говоря, так и непонятно, за счет каких строк бюджета это произошло. Сколько стоили эти качели. Я не удивлюсь, что качели эти приобретались, там, каждая в отдельности по цене отдельно взятого Диснейленда. Но это, кстати, вопрос для тех, кто любит и умеет заниматься анализом закупок. Ну, в общем, все это становится очень, прямо скажем так, театрально и излишне притянуто. Вот каждое оперативное совещание правительства мы будем обсуждать ремонт подъездов. Вторым важнейшим вопросом, который обсуждался на оперативке в понедельник, был вопрос исполнения бюджета 2018 года. Тут, конечно, скажем так, критиковать Хабирова или лично кого-то уже бесполезно, потому что то правительство, которое исполняло по факту этот бюджет, почти все сменилось, за исключением нескольких героев, о которых я поговорю чуть позже. Но, тем не менее, то, что доложила мадам министр финансов, конечно, не должно окрылять жителей Республики Башкортостан. Более того, эти данные, по-моему, должны очень сильно нас беспокоить. И в первую очередь я говорю о том, что в 2018 году бюджет Республики Башкортостан был не исполнен на 14,2 миллиарда рублей. Обычно так говорят, когда не хватило денег. В Башкирии случилось обратное. В Башкирии осталось неистраченным 14,2 миллиарда рублей. И вот вкратце по каким статьям были недоистрачены деньги государственные на нужды, естественно, населения и государственные нужды. А именно, не смогли истратить 248 миллиардов в Министерстве труда и социальной защиты. Не смогли истратить 120 миллиардов в Министерстве образования. Не смогли истратить 108 миллиардов в жилищно-коммунальном хозяйстве. В целом, по республиканским адресным и инвестиционным программам, не смогли освоить 8% средств. Более 500 миллионов рублей не смогли истратить на пособия по рождению первого ребенка. А это половина денег, выделенных на эти цели. 146 миллионов осталось денег, на которые должны были купить квартиры и жилье детям-сиротам. 766 миллионов рублей Министерство здравоохранения не смогло истратить на покупку техники, медикаментов и оборудования. Это, конечно, чудовищная цифра, если вдуматься в то, что деньги есть, а истратить их не смогли. Это в очень серьезной мере характеризует ту систему управления, которая существовала и во многом существует сейчас в республике Башкортостан. Напомню, по Минздраву, октябрь, часть октября, ноябрь, декабрь, два с половиной месяца упорного труда по организации закупки автомобилей скорой помощи так и не увенчались успехом. Я понимаю, что в процессе этой борьбы с деньгами и с самими собой потерял свою должность господин Епаров, хотя он до сих пор все еще заместитель министра, потерял свою должность господин Бакеев, который был предшественником Епарова, но Министерство здравоохранения не смогло приобрести автомобили. Также именно обстоят дела и в тех министерствах, которые я перечислил. Особенно возмутительно выглядит непокупка жилья для сирот. Тут, конечно, цепочка виновников. Это не только госпожа Иванова, которая у нас возглавляет теперь полностью весь социальный и культурный блок, а до этого полностью отвечала за Министерство труда и социальной защиты. Это ее огромный на самом деле грех. То есть вот эти вот 248 миллионов неистраченных по линии Минтруда и 164 миллиона неистраченных на покупку жилья для детей-сирот – это ее зона ответственности. Тут, конечно, не только она виновата. Дело в том, что структура приобретения подобных вещей довольно сложная. Тут и главы районов задействованы и так далее. Мы, кстати, поговорим об одном из эпизодов чуть позже по Таймазинскому району. Но в целом вот эта картина, когда есть деньги, а их не смогли истратить – это возмутительное безобразие. В том смысле, что кто-то не получил вовремя медицинскую помощь, кто-то не получил пособие, кто-то не получил вот это жилье, я имею в виду, сирот, инвалидов и так далее. И государство наше в лице вот этих вот товарищей, заседающих на оперативках у Хабирова, так спокойненько это все дело констатирует, перечисляют эти цифры, миллиарды, сотни миллионов. Ну и вроде как, вот смотрите, так уж получилось. Ну ладно, чего уж там. Как говорится, понять и простить. Нет, господа министры, ни понять и не простить. На самом деле, я полагаю, что за подобные вещи должно быть, на самом деле, введена некая мера ответственности, потому что это отчетливые кипя и каждого министерства. Если не смог освоить деньги, до свидания. То есть тебе дали деньги, а ты не смог на них ничего купить, до свидания. Вот примерно так нужно обращаться с этими горе-руководителями, которые как мыши смотрят на крупу на эти деньги. И, кстати говоря, в некоторых министерствах неосвоение бюджета было связано с тем, что они просто не смогли оптимальную схему для отката найти. Но это уже совсем криминальная форма, то есть они предпочитают не тратить деньги, если внутри этих денег не сидит откат для них дорогих. Но, в общем, я считаю, что вот этот отчет министерства финансов очень напрасно прошел мимо широкой общественности и достаточно широкого обсуждения в прессе, потому что вот эти цифры, они достойны более серьезного внимания. Ну и Сибай. Наиболее актуальная, наиболее долгоиграющая тема последнего времени. Вчера было 29 января, и как было обещано ради Фаритовича Хабиров, третий раз посетил Сибай за последние три месяца. Прямо скажем, феноменальный интерес к отдельно взятому городу в республике. Ну и понятно почему. В общем, как мы все помним, к 1 февраля было обещано проблему решить, и, в общем, все задышат полной грудью. Сибай вот так обещал Хабиров. В этот раз он прибыл без крымской поддержки, Аксенова с ним не было, и печально сообщил, что проблема оказалась несколько сложнее, чем он предполагал, и потому она не будет решена к февралю месяцу, имеется в виду 1 февраля, и она даже не будет решена к 1 марта, потому что проблема была очень серьезная. Я не знаю, что помешало в прошлый раз Хабирову вникнуть в проблему настолько, чтобы понять, что она была очень серьезная, но, тем не менее, теперь ситуация изменилась. К моменту приезда Хабирова в Сибай действия местных властей и УГМК достигли уже апогея. Каждый день господин Авзалов проводит совещание и встречи с жителями, каждый день сообщается ПДК, которое присутствует или не присутствует в воздухе. Напомню, что стала очевидна динамика изменений вот этих предельно допустимых концентраций, и стало очевидно то, что они связаны с направлением ветра. Если ветер северный или северо-восточный, то облаком сероводорода и двуокиси серы накрывает жилые кварталы Сибая. Если наоборот, то есть ветер в обратную сторону, то накрывает поселки, которые подальше, и в сам Сибай этот газ не поступает. В последние дни и в день приезда Хабирова ветер был благоприятным, ПДК не было, что послужило очередным поводом для оптимизма господина Авзалова. А также к приезду Хабирова установили вот эти пресловутые вентиляторы, над которыми я потешался в прошлый раз. Но, тем не менее, эти господа настаивают на этом безумии. Они установили два вентилятора. Один из них, как они грозно сообщили, на железнодорожной платформе. Это вообще, конечно, должно было впечатлить мировую общественность. Но все-таки люди с техническим образованием привыкли к цифрам. И то, что они нам сообщают, конечно, кроме улыбки, либо раздражения, ничего вызвать не может. Потому что вентилятор мощностью, внимание, 200 кВт, это всего лишь 100 маленьких бытовых вентиляторов, которые вы поставили на краешек двухкилометрового котлована, из которого прет наверх сотни кубометров газа. И против этих вентиляторов дует ветер с разной скоростью, вплоть до 15-17 метров в секунду, которые были зафиксированы на прошлой и позапрошлой неделях. В общем, конечно, это дикий бред. Вторая история, которая, ну, я имею в виду меры, которые были приняты к приезду Хабирова, это то, что в карьер начали подавать воду для затапливания карьеры. Или вот ту самую глинисто-водную смесь, как они называют ее. Тщательно охраняемый периметр карьера, чтобы, не дай бог, никто не увидел, что там происходит, все-таки не так и не проницаем. Кадры нашли. На край карьеры выведена достаточно тоненькая труба, по которой течет какая-то грязь. Прямо по склону карьера вниз. По утверждению господина Бекинова, это директор Сибайского ГОКа, попутный еще и депутат Госсобрания Республики Башкортостан, он подает до 10 тысяч, обращая внимание, кубометров воды и вот этой смеси глины в карьер в день. На самом деле, судя по диаметру этой трубы, конечно, очень сомнительная эта цифра. Также на совещании прозвучало, что всего для подтопления карьеры им понадобится порядка 410 тысяч кубометров воды и глиняной смеси, и им понадобится на это 1-2 месяца. Конечно, оценивать эти технические усилия становится все сложнее, потому что, во-первых, очень малая достоверность того, что они делают. Я не понимаю, как на 20-градусном морозе они с высоты в 600 с лишним метров хотят доставить эффективно водные растворы глины или просто воду вниз, чтобы это все не размазалось по краям, карьера не замерзла. Я не знаю, как они теперь будут поступать с оборудованием внутри шахт. Там 4 шахты, напомню, вертикально и вбок уходящие штольни, из которых они до сих пор добывали сырье. Так вот, эти шахты тоже имеют объем. Будут ли они затоплены? Они неизбежно затапливаются. И первоначально они же рассказывали нам, что они хотят демонтировать оборудование. А теперь уже расхотели. В общем, конечно, там какое-то вранье на вранье. Никто не знает последствий того, что они делают. Я имею в виду, насколько это будет эффективно или неэффективно. Никто не знает объемов горения. Более того, никто не говорит о том, горит ли порода над уровнем затопления или ниже уровня затопления. Эти цифры тоже не упоминались. Дело в том, что, как известно, края карьеры осыпались, обнажив определенные породы с содержанием серы и без такового. И горение, в общем-то, произвольно происходит на бортах карьера. Почему не упоминается, что обнаружено горение на таких-то, таких-то отметках, и вот мы там будем затапливать? Они называют какую-то абстрактную глубину 622 метра, до которой будут затапливать. В общем, фактическая сторона, сторона данных, сторона анализа опять ничем не пополнилась. Все это абстракция и уговоры, надо сказать, в определенном смысле эффективные, потому что население же устало от этой болтовни. Они уже начинают кивать головой, потому что их просто бомбардируют вот этими техническими данными, которые на самом деле не несут в себе никакой информации. И, в общем, на фоне вот этого всего в Сибае прибывает господин Хабиров. В этот раз Радий Фаридович вел себя, прямо скажем, очень скромно, тихо, вообще никакой агрессии не демонстрировал. И я констатирую такую ситуацию. Понимая на данный момент неразрешимость этой ситуации, Хабиров решил от нее дистанцироваться. Инстинктивно он понял, что никаких дивидендов ни политических, ни избирательных, ни имиджевых вот этой ситуации ему точно не несет. Очевидно, что ситуация в Сибае будет продолжаться и продлиться неизвестно сколько, и, возможно, будет опасной для него самого. И Хабиров делает шаг в сторону, если не сказать, что шаг назад. Резюмирующей частью его выступления было «Надеюсь, что ГОК делает все правильно». То есть, Хабиров переложил полностью и ответственность, и бремя принятия решений, и контроль вот на ГОК, и, может быть, чуть-чуть на мэрию Сибая. Вот теперь Авзалов и вот этот Бикинов останутся один на один с этой ситуацией и так далее. На самом деле, конечно, панически боятся того, что сибайская история будет продолжаться, нагнетаться и выплеснется в виде какого-то протеста или недовольства к приезду Путина в марте. А в марте у нас приезжает Путин. Конечно же, хотят растянуть решение этой проблемы так, чтобы решение было за горизонтом приезда Путина, а там дальше будь что будет. Помните, как приезжал Путин при Хамитовой, когда было дано указание «Обещайте все, что угодно дольщикам, только чтобы они не появились перед Путиным». Вот примерно такую же картину мы сейчас начинаем наблюдать по Сибаю. Столкнувшись с тем, что они просто не знают, как решать эту проблему, столкнувшись с тем, что они не знают, как будет развиваться эта экологическая катастрофа, и будет ли усиливаться выделение газа, не будет. Они вообще вот сейчас находятся просто перед какой-то бездной неизвестностью. Они решили отойти в сторону. То есть, пускай местные царьки и местные вот эти вот бизнесмены решают эту проблему. Конечно, у ГМК виноваты. Безусловно. Это ведь не Хабиров поджег карьер. Конечно, очень виновата местная администрация, которая вовремя, я имею в виду, Авзалова лично. На мой взгляд, вот предвзятый и частный мой взгляд, Авзалов преступник. Потому что он подверг опасности населения. Два месяца молчали об этой проблеме. Люди просто вдыхали и выдыхали этот яд. И дети, и так далее. В общем, конечно, вот характерные изменения по Сибайской проблеме примерно такие. Я думаю, что все меньше и меньше Хабиров будет вспоминать об этой ситуации. Потому что она не поддалась для вот этого кавалерийского наскока. Не помогли ни приезд туда Баширова, ни приезд туда Забелина. Я имею в виду, их приезд никак не повлиял на выделение двойки Сесеры из карьера. А те меры, которые принимаются, тоже никак не влияют на изменения на дне этого гигантского карьера. Соответственно, безопаснее для Хабирова отойти в сторонку и заняться, например, какими-нибудь нарядными вещами, типа диджитал-курулта или ремонта подъездов. Субтитры создавал DimaTorzok